Сбавь газ до 2400-2500 оборотов в минуту и проверь работу магнета и свечей. При работе на одном магнета число оборотов должно уменьшаться не более чем на 110 в минуту. На 2400 оборотов в минуту для опробования работы винта и регулятора оборотов R7 переключи винт с малого шага на большой и обратно. Сбавь газ до 2400-2500 оборотов R7 переключи нагнетатель с первой скоростью. Проверь на вторую и проверь работу мотора не допуская более 2500 оборотов в минуту и переключи нагнетатель обратно на первую скорость. Проверь работу мотора от левой и правой группы бензиновых баков. На оборотах мотора не менее 1700 в минуту выключи аккумулятор и проверь работу генератора по сигнализации шасси. Если лампочки горят, выключи аккумулятор. Тумблер на микротелефонном щитке поставь в положение прием. Включи тумблер радио. При полных оборотах мотора проверь сперва работу приемника. Затем передатчика, производя пробную передачу. После проверки радиостанции выключи тумблер радио. Открой полностью заслонки вода и масла радиаторов. Растопори хвостовое колесо. Подай команду убрать колодки. Получив сигнал колодки убраны. Начинай руление. Для лучшего обзора впереди лежащей местности применяй руление змейкой. Проверь действие тормозов. При полном торможении и ручки, взятые на себя, самолет удерживается на месте при 1900-2000 оборотах в минуту. Перед взлетом проверь положение высотного корректора, рычага управления винтом и бензинового крана. Затопори костыль и, прорулив по прямой около пяти метров, по очередным торможениям колес убедись, что костыль действительно застопорен. Температура масла и воды должна быть в пределах 60-90 градусов. Осмотри взлетную полосу и закрой фонарь. Плавно дай рычаг нормального газа вперед до отказа. Одновременно отдай ручку от себя и подними хвост до полуопущенного положения. После отрыва выдержи самолет до скорости 250 км в час и набирай высоту. Убери шасси и проверь их положение по лампочкам и механическим указателям. Кран уборки шасси поставь в нейтральное положение и на предохранитель. Сними давление на ручку триммером руля высоты. Установи 2700 оборотов в минуту, а при высокой температуре воды и масла 2550 и выдерживай следующие скорости набора высоты. До высоты 4000 метров 260 км в час. Выше этой высоты через каждые 1000 метров уменьшай скорость набора на 10 км в час. У потолка держи скорость 190-180 км в час. Вторую скорость нагнетателя включай. на высоте 2000 метров с мотором М105ПФ и на высоте 3000 метров с мотором М105ПА. Пользуйся высотным корректором с высоты 3000 метров для мотора М105ПФ При дымлении мотора вследствие переобогащения смеси пользуйся высотным корректором независимо от высоты полета. Рекомендуемая температура масла и воды 90-100 градусов. Если температура воды поднимается выше 110 градусов и масла выше 115 градусов затяжели винт и производи набор высоты на повышенных скоростях. Давление масла при температуре до 100 градусов должно быть в пределах 4-9 кг на квадратный сантиметр. А при температуре выше 100 градусов допускается понижение давления до 3,5 кг на квадратный сантиметр. В горизонтальном полете на всех высотах держи скорость не менее 250 км в час. При изменении скорости передвигай рычаги управления газом и винтом одновременно. На самолетах, имеющих штурвальное управление шагом винта увеличение скорости производи в следующем порядке. Сперва штурвалом управления винтом увеличь обороты мотора до величины соответствующей новой скорости, а затем рычагом газа увеличь скорость полета. При уменьшении скорости действуй в обратном порядке. Все виды полетов, кроме высшего пилотажа и воздушного боя, производи на следующих режимах. Обороты мотора 1700. Скорость по прибору 280 км в час до высоты 5000 метров и 270 км в час свыше 5000 метров. Контролируй работу мотора по приборам, показания которых должны быть следующие. Температура масла рекомендуемая 90-100 градусов. Минимально допустимая 40 градусов. Максимальная 110 градусов. Температура воды рекомендуемая 90-100 градусов. Минимально допустимая для моторов П-40 градусов и для моторов П-С 60 градусов. Максимальная для обоих моторов 110 градусов. Давление масла в пределах 4-9 кг на квадратный сантиметр, а давление бензина от 25 сотых до 4 десятых килограмма на квадратный сантиметр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok